В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. Ведновчане отметили 55-летие родного города. День рождения есть, погода замечательная, настроение людей, которых мы встретили на улице, оно тоже такое радостное, позитивное. К юбилею Видного сотрудники районного историко-культурного центра подготовили экспозицию «Этот город стал судьбою». Большая благодарность людям, которые собирали эти фотографии, которые откликнулись на зов историко-культурного центра. На стадионе «Металлург» прошла финальная игра Кубка России по мотоболу. Главное, сделал начало. Когда начало делаешь, тогда все идет своим чередом. Одним из самых значительных прошедших событий стало празднование Дня города Видное. Несмотря на ряд ограничительных мер, которые действуют до сих пор, праздник получился замечательным. По крайней мере, так считает наш корреспондент Максим Козлов. Подробности в его репортаже. Несмотря на то, что предшествующие дни были пасмурными, в День города Видное природа оказалась благосклонна к местным жителям. Начался праздник традиционно с литургии в Георгиевском храме. В ней приняли участие глава муниципалитета, руководители администрации городского округа, общественники, представители депутатского корпуса. И яви всем нам богатую милость твою, вся нам согрешение презирая. Молимся тебе, услыши и помилуй. После молебна жители города, глава городского округа Алексей Спаский и председатель Совета депутатов Станислав Радченко, в сопровождении почетных гостей и представителей духовенства, возложили цветы к вечному огню памятника павшим в Великой Отечественной войне. Это тоже уже стало одной из традиций празднования Дня города. Мы обязательным образом посоветовали с Роспотребнадзором, официальным порядком, получили от них неким образом рекомендацию. Исходим из того, что день рождения есть, погода замечательная, настроение людей, которых мы встретили на улице, оно тоже такое радостное, позитивное. И хотим те мероприятия, которые у нас записаны, которые стоят в расписании, провести на самом-самом высоком уровне. Таким образом, еще одно событие, без которого не проходил ни один день города – праздничное шествие профессиональных, творческих и учебных коллективов пришлось отменить. У камня основателям Видного прошел торжественный митинг, где и представители муниципалитета, и гости отметили, как преобразился город в течение последних лет. Те, кто приехал недавно, они думают, что так всегда и было. Ну, конечно, совсем разные были вещи. И в то время, когда я был кандидатом только, я только входил в курс, а сейчас я прекрасно вижу, что район, а теперь уже округ, развивается, и с года в год, со дня в день, происходят позитивные перемены. По традиции, в День города самые активные и трудолюбивые граждане, которые внесли значительный вклад в развитие города, получили из рук Алексея Спаскова и Станислава Радченко дипломы о присвоении почетных званий. Почетным гражданином Ленинского городского округа в этом году стал Моисей Шамаилов. Хочу побывать столько мира, добра, счастья. Но сделайте так, чтобы этот город, этот край для вас стал родным и близким. Не ведите себя, пожалуйста, как временно прибывшие. Вы теперь жители Ленинского городского округа. Безусловно, торжественные события – важная часть Дня города. Но все же это праздник, а значит, всевозможные развлекательные мероприятия тоже важны. Несмотря на ограничения, администрация городского округа нашла возможность организовать для жителей, прежде всего самых маленьких, различные активности. По всему городу были организованы различные тематические площадки. Но больше всего, опять же традиционно, у кинотеатра «Искра». Мастер-классы, соревнования по шахматам, подвижные игры. А историко-культурный центр подготовил небольшой иллюстрированный рассказ об истории коксогазового завода, с которого и началось видное. Вот это кокс, а теперь посмотри, какой уголь. Подними вот. А двумя руками, ты одной рукой не смотришь. Ведь чувствуешь, какой тяжелый? Чтобы добыть из этого угля сколько нужно сил, какой был процесс сложный, тяжелый. Несмотря на то, что в нынешнем году праздник проходит в урезанном режиме, и хозяев и гости отмечали особую атмосферу, которая чувствуется не только во время праздничных мероприятий. «Очень быстро растущий регион Московской области при этом еще сохраняет свою историческую идентичность. И самое главное – это тот комфорт, который мы видим. Души и внутренний порядок, распорядок, который здесь в свое время был создан людьми, он сохраняется». На стадионе Видновского художественно-технического лицея проходили спортивные соревнования. Семи-восьмилетние ребята из пяти поселений приняли участие в старте первенства Ленинского городского округа по футболу, который тоже приурочен к 55-летию города. «Поэтому он и проходит в городе Видное, потому что у нас сегодня праздник, и мы всех с ним поздравляем. Таких турниров вот для этого возраста будет шесть, два в Видном, вот это первый, два будет на Володарке и два будет в совхозе Ленина». Завершился день города традиционным салютом. Посмотреть его собралось немало местных жителей. Максим Козлов, Александр Логинов, Татьяна Брулова, Сергей Ларин. «Видное ТР». День города Видное ежегодно отмечен яркими спортивными событиями, например, мотобольными играми. На стадионе «Металлург» прошла финальная игра Кубка России по мотоболу. На месте события побывала наша съемочная группа. В полуфинальной игре Кубка России по мотоболу видновский «Металлург» обыграл команду «Ковровец» со счетом 5-1. Ни разу не проигравшие хозяева поля вышли в финал, где встретятся со своим главным соперником – командой «Колос» из «Эпатова». Введенные во многих областях России ограничительные меры не помешали проведению Кубка России по мотоболу. Его финал выпал на большой праздник – юбилей города Видное. Стадион собрал многих болельщиков и почетных гостей. Открыли события глава Ленинского городского округа Алексей Спаский и депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов. Всего в играх Кубка принимало участие пять команд из разных уголков нашей страны. В финал вышли самые сильные, но за это место спортсменам нужно было побороться. С «Агрокомплексом» мы вообще 2-1 сыграли в отборченном турнире, поэтому непросто было. Готовились-то серьезно, поэтому я думаю, что просто нужно то, чтобы сейчас готовили, трудились, тренировались, потели, нужно воплотить в выигры. Счет был открыт уже в первом периоде. Капитан команды «Металлург» успешно атаковал ворота соперника. Вернуть кубок и подарить победу на юбилей родному городу спортсмены рвались с первых минут. Главное – сделать начало. Когда начало делаешь, тогда все идет своим чередом. Когда команды встречались во время группового этапа, шел дождь. Солнечная погода во время финала соревнований добавила игре зрелищности. Скорости стали выше, маневры – уверенней. Ребята настроены на победу. Они готовились, они трудились, они шли к этому, чтобы завоевать кубок, забрать назад «Металлург». Так очень приятно, когда даже в таких вот условиях на кубок приезжают, есть что посмотреть. Потому что, в принципе, у нас спорт, которым мы можем, видновчане, сказать, у нас столица, он единственный. И это радует. Это прекрасная игра. Впрочем, как и всегда, «Металлург» на высоте. «Колос» – обладатель Кубка России 2019 года. Оставить трофей у себя так и не смог. Спортсмены несколько раз атаковали ворота видновчан, но в финальной игре «Металлург» победил в сухую, забив четыре мяча. Мы просто приехали не основным, не полностью. Основной состав у нас есть ребята, которые заболели. Они не смогли нас поддержать. Поэтому и вот перед финальной игрой наш защитник тоже, не знаю, получил травму или заболел. Он думал, не выезжает, но выехал нам помочь, потому что тяжело, тяжело играть с молодыми пацанами против такой именитой команды. «Металлург» стал обладателем Кубка России уже в 26-й раз. На церемонии награждения отдельно отметили и юношескую команду «Металлург-2», которая впервые приняла участие в соревновании. На этом подарки не закончились. «Металлург» отвоевал Кубок России, а компания «Матюль», партнер видновской команды, подарила муниципалитету новый автомобиль скорой помощи марки «Форд». «Это действительно востребованный подарок, он действительно необходим, он действительно поможет решать многие задачи, которые будут нацелены на выздоровление всех жителей нашего Ленинского городского округа». Во время Кубка России «Металлург» не проиграл ни одной игры. Спортсмены показали весь свой потенциал и высокий уровень подготовки. Поздравляем! Александра Столярова, Сергей Ларин. Видно этого. Накануне Дня города в библиотеке поселка Новодорожино состоялось тематическое мероприятие, посвященное юбилею окружного центра. Маленьким посетителям рассказали об истории нашего красивого города и предложили сыграть викторину на знания улиц поселения. Как ребята справились с заданием в репортаже Юлий Пагасьян. Улицы. Для каждого города основа основ. Они связывают территорию в одно целое. Их названия скрывают за собой глубокую историю, изучив которую можно намного больше узнать о местных традициях. Поэтому именно с историей улиц в преддверии юбилея города Видное своих посетителей решили познакомить сотрудники библиотеки в поселке Новодорожино. Рады всем всегда и стараемся делать наши мероприятия универсальными, для того, чтобы это было интересно и большим и малым. И действительно, на праздник пришли и взрослые, и дети. Вместе они с интересом знакомились с достопримечательностями Видного, а после приняли участие в викторине. Ведущие называли улицу, а гости должны были угадать, есть ли такая в нашем городе. Меня очень впечатлило то, что там очень красивые улицы, которых я еще не видела, честно говоря. Ну как, желание поехать и самой посмотреть теперь появилось? Да, я очень хочу посмотреть. Больше всего ребят впечатлили красоты улицы Школьной. Она одна из самых старинных и, что уж там скрывать, одна из самых красивых. Находится в исторической части города Видное. Отличается необычностью архитектуры построек и обилием зелени. Я хочу пожелать в этот юбилей, чтобы стало много друзей у города. Побольше народу съехалось в Видное, чтобы город был дружелюбным. В планах у организаторов мероприятия – собрать детишек и сделать выездную обзорную экскурсию в город Видное, чтобы посетить полюбившуюся ребятами улицу Школьную. Витое с днем рождения! Юлия Погасян, Александр Логинов, Елена Коршлева. Видное ТВ. К 55-летию Видного сотрудники районного историко-культурного центра подготовили экспозицию «Этот город стал судьбою». В выставочных залах представлены фотографии, экспонаты, документы из фонда ИКЦ, а также из личных архивов видновчан. Районный историко-культурный центр неизменно готовит ко дню города различные творческие и исторические подарки. И нынешний год не стал исключением. Здесь состоялось торжественное открытие выставки под названием «Этот город стал судьбою». Мне хотелось сказать вам о том, что вы несете солнце. Вы свет несете, тот из прошлого в будущее. Во входной зоне посетители встречают фотографии временного поселка, с которого когда-то начиналась история Видного. Временный поселок – это то место вокруг коксогазового завода, там, где у нас сейчас автобусный парк. Здесь можно увидеть снимки, на которых начало строительства коксогазового завода, бараки-вагончики около 50 метров в длину, в которые были заселены первые жители города. Посетитель выставки «Владимир» с 1956 по 1959 год жил в такой временной постройке. В каждой комнате, значит, они были разные, 10 метров, там, 12, такие 8 метров было в этих комнатах. Вот в них была кирпичная печь, вот, так сказать, топили, значит, дровами. В следующем выставочном зале воссоздана комната 60-х годов прошлого века. Собирали всем городом, потому что образы знакомые, да, более всем. Это, конечно, комната 60-х с элементами интерактива, когда у нас зажигается абажур, лампа настольная, когда у нас накомодные столики, да, это символ счастья того времени, глобуса, учебники, знаменитая авоська и много-много всего другого, которое можно и посмотреть, и даже сфотографироваться. Вот, например, за столом, сидя на венских стульях и за сервированным круглым столом. Еще одна зона рассказывает о первостроителях и людях, чьи имена золотыми буквами вписаны в историю Видного. Архитектор Борис Ефимович внес значительный вклад в создание города. Именно по его проекту были возведены двухэтажные дома на улице Школьной. Дом на четыре семьи. Каждая семья имеет свой вход, что немаловажно. Немножко дома утоплены от основной дороги. И каждая семья имеет свой небольшой, ну такой, да, участочек и надел. На экспозиции представлено много экспонатов из музея Московского коксогазового завода. Отдельный стенд посвящен 75-летию Победы. Здесь рассказывается об участии жителей города в Великой Отечественной войне. Стоит отметить, что на выставке представлены фотографии, документы, предметы быта из личных архивов жителей города Видное. Большая благодарность людям, которые собирали эти фотографии, которые откликнулись на зов историко-культурного центра. Нам очень нужны в свое время были вот такие фотодокументы, и они появились. Впечатление больше похоже на чувство ностальгии, потому что все это очень живо, это еще свежо в памяти. Мы маленькими бегали по этим улицам, мы видели эти пруды, мы высаживали эти деревья. Ну, конечно, не настолько, не как основатели города, но все равно мы были последователями их. Вспоминаешь те, когда знакомые лица везде на снимках. Еще для посетителей организован небольшой кинозал, где можно посмотреть фильм о героях нашего города. Выставка продлится до 30 ноября. В прошлом году подмосковные депутаты учредили вторую субботу сентября днем открытия МФЦ. В нашем муниципалитете Центр госуслуг «Мои документы» работает с 2013 года. На настоящий момент он считается одним из лучших в Московской области. Подробнее о том, как прошел день МФЦ Ленинского городского округа, расскажет наш корреспондент Дмитрий Книга. Центр госуслуг «Мои документы» работает ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Сотрудники собрались за полчаса до открытия учреждения на торжественное мероприятие по случаю дня рождения МФЦ, которое посетил глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. Он поблагодарил специалистов Центра за работу и пожелал успехов в труде. Это очень молодой профессиональный праздник. Тем не менее, само явление МФЦ уже настолько плотно в нашей жизни, в нашем сознании, что, мне кажется, люди уже не представляют себя. Вот мы сегодня, когда говорили, это почти 350 государственных муниципальных услуг, которые касаются, ну, хотим мы не хотим, каждой сферы жизни человека. Глава наградил лучших сотрудников, особо подчеркнув важность работы учреждения во время режима самоизоляции. Тогда специалисты принимали звонки от жителей в колл-центре на базе МФЦ, предоставляя самую разную информацию. У нас работало на этом направлении 27 сотрудников, работали практически круглосуточно. И нагрузка за весь период, те 88 дней, когда мы работали в этом колл-центре, на каждый сотрудник отработал около 2000 звонков. Такая напряжённая работа стала настоящим испытанием для коллектива, но позволила сплотиться и реагировать ещё быстрее на запросы населения. Мы стали сильнее, мы стали мудрее, мы стали лучше. Все сотрудники, и не только, мне кажется, даже жители страны, все переосмыслили свою жизнь. Все нашли, за что нужно ценить свою жизнь. Для некоторых сотрудников награда имеет особую ценность, ведь они трудятся в Центре госуслуг с самого основания. Я работаю здесь с открытия, с 2013 года, прям с первого дня. Это уже 7 лет. Я была сначала простым оператором, потом старшим смены, и вот теперь я начальник отдела уже более трёх лет. Сейчас МФЦ работает в обычном режиме с сохранением ряда мер безопасности. Оказывают услуги населению около 200 сотрудников. Если у заявителей возникают какие-то вопросы, на них ответит консультант. Когда я пришла на работу, один из заявителей сказал, вы здесь хозяйка, поэтому от вас зависит всё. На входе какое отношение будет к людям, от людей к нам, так и будет дальше. Вот с этой ситуацией я иду по этой жизни, и вот 3,5 года работаю в МФЦ. По итогам прошлого года Центр госуслуг Ленинского городского округа занял второе место в Подмосковье по качеству обслуживания, а в категории крупных МФЦ стал лидером в области. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. Это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова